У Веры Дмитриевны отличный голос. Петь любит всю жизнь и не видит совсем. Только яркий свет. Вере Дмитриевне 77. 10 из них она возглавляет районное общество слепых. С работой справляется легко. Всех членов общества, а это 120 человек, знают на перечет. И даже из праздничного концерта по случаю Международного дня Белой Трости делает организационное собрание. Компания «Такси Вираж» Елена Степановна, фамилию я подзабыла, она тоже помогает, что вы можете пользоваться 50% за такси. Я вот недавно у них была и список дала, чтобы они действительно могли по списку найти эту фамилию, что он действительно инвалид и нуждается в такси. Так что не стесняйтесь. Не стесняется председатель Ленинского районного отделения ВОЗ Вера Зарянская и попросить, чтобы замглавы администрации спел для собравшихся. Роман Харланов отказать не может. Ни в песне, ни в помощи. Администрация об обществе вспоминает не раз в год. Когда совместно с детьми, с жителями города мы красили полосы, желтые наносили полосы на ступеньки, на препятствия непосредственно в городе, в городском поселении. Все дороги и переходы в городе очерчены в яркие броские цвета. И это жизненно важно для людей, не видящих. Это их безопасность. И, конечно, акция «Желтая линия» – это не вся программа о доступной среде. Комфорт для слепых людей одной только линии не очертишь. И Вера Дмитриевна упорно гнет свою. Еще одну. Следующую. Общественные все организации, магазины, они должны покрасить также первую ступеньку с тротуара, чтобы человек видел, что здесь уже что-то ступенька. И последнюю. А еще светофоры со звуковым сигналом, чтобы на каждом перекрестке. И новые, удобные, и такие дорогостоящие трости. И прочее, прочее. Представители администрации обещают видеть проблемы слепых. Мы обещаем, конечно, от лица администрации, что все возможное и невозможное мы будем для вас делать. Потому что каждый ваш день, каждый ваш час – это борьба. Борьба или сотрудничество. Все достижимо, если кто-то протягивает руку помощи. На торжественном мероприятии много грамот, цветов, подарков, заботы. То, что так необходимо, не только раз в год. Проблемы инвалидов по зрению станут очевидны лишь тогда, когда на них откроют глаза абсолютно все. Не только властимущие. Посмотрите вокруг. Быть может, кто-то рядом ждет именно вашего внимания. Татьяна Кременецкая, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Продолжение следует...